Всем привет! Меня все так же зовут Ольга Романова или Ромашка, и я веду канал Училка физкультуры в Эмиратах. Сегодня мы поговорим о том, как найти работу в Эмиратах, но до этого, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Вот как все начиналось? Январь 2015 года. Курс доллара уже 15,7. Нифига себе, да? Я понимаю, что в стране наступает жопка. В это время я лечу в отпуск. Отпуск был запланирован до этого, все билеты куплены. И отпуск в Индии. В самолете я встречаю клиентку, которую она тренировала в тренажерном зале. Ее зовут Заряна, и она рассказывает, что работает в Мумбаи, и все на этом классно и чудесно. И вот после этого в моей голове начинает созревать мысль, что это просто мечта, работать за границей, путешествовать. Классно. В Украине я работала тренером по фитнесу в тренажерном зале и также тренером по плаванию в бассейне. До этого я играла в футбол профессионально. Ну, играла я профессионально, а платили вообще непрофессионально. Поэтому я закончила и пошла работать в фитнес-индустрию, чтобы хоть что-то зарабатывать. Вот. С того момента, как в моей голове постелилась мысль, я даже подала резюме в Golden Gym в Мумбаи, в Индии. Ну, там у меня не сложилось. Почему я все это подробно описываю в моих записках? Я также вела сайт travelromashka.com. Я сделаю ссылочку в описании к видео. И там как раз первая глава моей книги «Уехать нельзя остаться» про мою работу в Эмираты, про мой приезд. Заходите, читайте там все более подробно. С Golden Gym не сложилось. А Канада и Америка не были в моих планах, потому что туда всегда уже уезжают с целью эмиграции. Я не хотела эмигрировать, я не хотела оставлять родных и близких, а летать в отпуск из Америки в Украину как-то накладно и дорого. Поэтому, перечитав все отзывы, рекомендации выходцев из СНГ, соотечественников, я все-таки становилась на Эмиратах. Почему? Безопасная страна, хорошая зарплата и очень-очень хорошая погода. Круглое лето, целый год. Правда, сейчас плюс 50, и мне это не очень нравится. Ну, плюс 35, конечно, было бы лучше, но что есть, то есть. Сейчас август, надеюсь, уже где-то в октябре как-то похолодает до 40 хотя бы. Вот, и так страну выбрали, пошли в интернет для поиска работы. Работу я нашла сама. Многие до сих пор, не то что мне верят, спрашивают, ты нашла сама, круто, это здорово, вообще-то, ну, редкость. Это не редкость, просто нужно что-то для этого делать. Если у вас есть деньги, и если вы хотите воспользоваться услугами агентств, это все возможно. Если вы не боитесь нарваться на мошенников и хотите потратить примерно там 500 долларов. Просто тогда вбиваете на русском языке поиск работы в Эмиратах, и сразу вам выпадает целая куча агентств. Я не знаю никакого сайта, я через них не делала, я не могу не рекламировать, но есть действительно варианты, что люди довольны. Возможно, вы найдете это в отзывах в интернете. Есть варианты, что люди нарываются на мошенников. Но почему бы сейчас не начать все делать самому, раз все равно коронавирус и немножко вся индустрия остановилась. Вот, что вам нужно сделать? Вам нужно вбивать на английском в поиске Job in Emirates или Job in UAE. Я тоже сделаю картиночку, оставлю это все в этом видео. Дальше. Вам выпадают сайты. Я вам могу точно рекомендовать сайты Travit и Dubizla. С первого мне до сих пор приходят вакансии. Там очень много вакансий, очень классные. А Dubizla – это вообще там сайт про все. Можно машину там купить, узнать, какие фестивали идут в Эмиратах. А вот на Dubizla как раз я и нашла работу. Еще есть сайтов 5-6 хороших. Обязательно тоже прикреплю картиночку. Сделайте паузу, стоп, посмотрите. Вот, дальше. Вы увидели сайт. Вы на него щелкаете, заходите, регистрируетесь и начинаете выкладывать свои резюме. Да, у вас должно быть первое – хорошее резюме на английском, второе – письмо обращения. Если вдруг вы не знаете, как это делать, у вас его нет, ставьте лайк, пишите в коммент. Я обязательно сделаю видео на эту тему. У меня же все это было со времен моих путешествий в Канаду и в Америку. Вот, мы зарегистрировались, начинаем выкладывать резюме. Там есть вопросы, допустим, образование, опыт работы, в каком порядке опыт работы, по-моему, от вот, как вы работаете сейчас, и ниже, 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 ниже. Не наоборот. И вот вы копируете с резюме, вставляете, что может не получиться. У меня было такое пару раз, что вот час примерно это занимает, час работы на одном сайте, вы выкладываете свое резюме. Зато у нас оно уже есть, вас найдут, сразу посмотрят, и если вы заинтересованы в какой-то вакансии, вы отправляете, и сразу ваше резюме уходит. Не надо уже ничего писать, единственное, что вы вставляете, это письмо обращения всегда. Вы заполняете час анкету, вы замучены, вы после работы уставший, и раз, на нескольких сайтов, когда уже последняя кнопочка «Submit», «Подписать», вам говорится, «Заплатите такую-то сумму денег, мы дадим вам эту вакансию, или заплатите такую-то сумму денег, мы возьмем ваше резюме в нашу библиотеку». Не, ну вообще супер, могли бы сразу предупредить. У меня было такое, что я помню уже спать хотела, на работу вставать в пять, я заполняю резюме, заполняю, заполняю, и в полдвенадцатого вечера мне бах, до свидания, платите деньги, неприятно. Вот, то, что я сейчас оставлю сайты, это действительно хорошие рабочие сайты, пробуйте пока там. Вот, начала я заполнять резюме 17 февраля, причем я уже так четко поставила себе мысль, что я уеду, я уеду, я всем это говорила. Я уеду, родителям, клиентам, близким людям, коллегам на работе, на меня так все смотрели скептически, ну, я говорила, я уеду, все, я точно уеду. Я не боялась глазить ничего, я просто говорила, я решила, я посту резюме, я уеду. 17 февраля я начинаю постить резюме. Да, приходят, иногда вакансии ни о чем. Первая нормальная вакансия мне пришла от тренера тренажерного зала в Шарджи. Ну, там были тяжелые условия. Там было 21 день выпуска всего лишь, 10-часовый рабочий день и 6 рабочих дней в неделю. Я думаю, для поездки первый раз на работу за границу это тяжело. Зарплата была 4000 дирхам, это примерно умножаете на 7 гривнах или это 1150 долларов. Ну, для тренажерного зала это нормальная ставка. Дальше вы набираете персональных клиентов и зарплата может быть больше, 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 больше. В зависимости от того, сколько вы тренируете, можете еще вести групповые занятия. То есть 4000 дирхам это была изначальная ставка. Вот. Дальше мне пришло какое-то письмо от каких-то мошенников. Сразу было ясно, что да, мы вас берем, все классно, у вас там будут и СПА-процедуры, и все это, и все это входит. Только вы нам вышлите какие-то деньги, не помню сумму, для того, чтобы мы знали, что вы серьезны, вы заинтересованы в наших услугах. Вы же с ума сошли. Это вы меня на работу берете, я вам почему деньги должна давать? Ну, я там даже не ответила. Понятно, бред сразу был. И вот 7 апреля мне уже приходит мое письмо от школы, где я сейчас работаю. Приглашение на собеседование в скайпе. Вот. И как оно прошло, это собеседование, как вообще готовиться к собеседованию, как его проходить. Какой у вас примерно должен быть уровень английского. Сразу говорю, что у меня был он не очень хороший. Я расскажу в следующем видео. А под этим видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь. Всего вам самого доброго. А вот и обещанные ссылочки, картиночки. И в комментариях, и в описании прикреплю более развернуто. Переходите по ссылкам. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok